Всем привет, мои хорошие, с вами Даша, вы попали ко мне на канал, и сегодня у меня наконец-то третья завершительная часть видео про новогодние подарки, да и про подарки в принципе. Если вы не видели две предыдущие части, то я наверху дам вам ссылочки на них, это были самые стильные и самые необычные подарки. Ну а сегодня мы с вами поговорим про самые нужные и самые практичные подарки. Тем не менее, они будут, конечно же, интересные, они, конечно же, будут красивые, и, конечно же, каждый из этих подарков я выбирала чисто от души, то, что я сама была бы рада получить или рада была бы кому-то подарить. Поэтому, если вам интересно, что же подарить мужчине или женщине или паре, в общем, любому человеку, которому вы отправляетесь на праздник, на Новый год или на любой другой праздник, то, конечно, оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Повторюсь о том, что, как и в каждой части про подарки, многие из подарков будут пересекаться по тематикам, то есть это может быть одновременно и нужный, и необычный подарок, или и нужный, и очень стильный подарок, или все три категории вместе. Но я как могла пыталась их разделить все-таки на три видео, и куда они больше тяготели, туда я их и относила. Ну все, давайте без длинных вступлений продолжать, и я надеюсь, что после этого видео, точнее, после всей этой серии, этого массива из трех видео про подарки, у вас точно отпадут все последние сомнения, что же дарить своим любимым, родным и близким. Итак, первый подарок это тапочки, тапочки на меху. Вот поверьте мне, у меня в жизни было миллион сто пятьдесят пять тапочек, разных совершенно, синтепоновых, несинтепоновых, с открытым носиком, закрытым, высоких тапочек, которые как валенки, самых-самых разных, зверушек, не зверушек. Но, моим ножкам, никогда не было так кайфово. Это меховые натуральные тапочки из овчинки, или от бренда Уг, или от бренда Сорел. От бренда Уг, они вот как раз на мне, я каждый раз их снимаю, вам показываю, это вот эти вот топчули, они совершенно потрясающие, как будто нежные котики ласкают ваши пяточки целый день, пока вы дома. В них никогда не бывает жарко, в них никогда не бывает холодно. Ну, в этом, в принципе, и преимущество Угов самих по себе, почему люди их так любят. И что самое интересное, что меня лично натолкнуло на покупку тапочек от бренда Уг, это то, что я прекрасно помню, что во времена, когда я носила Уги, теплее всего и комфортнее всего мне в них было, когда я их носила на голую ногу. Многие вот так вот удивляются, боже мой, как можно носить зимой что-то на голую ногу. Попробуйте один раз, наденьте Уги без носков, именно на голую ногу. Так тепло вам не было никогда. Именно вот этот мех, он должен греть вашу кожу, он прогревать вас будет просто изнутри. И когда дома такие тапочки, конечно, это большой кайф, вам никогда не будет холодно, и опять же, как я уже сказала, в них никогда не бывает и жарко в том числе. Следующий, мне кажется, потрясающий подарок. Я дарила такую вещь родителям, мне кажется, несколько лет назад, я уже не вспомню, 3-4-5 лет назад. Это плед. Потрясающий какой-то классный плед на диван. Пледами мы чаще всего пользуемся зимой, либо в переходные какие-то сезоны, когда с отоплением, ну не очень. Поэтому я, конечно же, советую дарить плед натурального состава. То есть это может быть плед шерстяной, это может быть плед на 50% котон, господи, на 50% хлопок, на 50% шерсть. Это может быть мереносовая шерсть. Или же, если это плед, скажем так, летний, вы не поверите, но летом я, кстати, всегда лежу под пледом, потому что у меня сразу такое ощущение, что я в коконе. У меня ощущение уюта появляется, если я чем-то накрываюсь даже очень тоненьким. Поэтому это может быть на самом деле и плед просто хлопковый, или даже из ненатуральных материалов, но какой-то, допустим, красивый, который будет классно украшать кресло, либо диван в доме человека, которому вы это подарите. Из натуральных пледов просто огромный, обалденный выбор на ламоде. Они есть и шерстяные, и мереносовые, и каких только нету. Очень красивые в клетку пледы, или же серые, очень много разных оттенков серого я нашла. Также очень крутой плед, очень похожая клетка на бёрбери. И еще нашла очень классный плед с зигзагами, немножко в стиле Миссони. Огромное количество крутых пледов. А на ASUS я нашла более такие стильные, модные. Один с помпонами, а другой с золотыми горошками. Ой, точно правду говорю. Следующий подарок тоже очень нужный и очень классный. Это блокнот. Блокноты бывают разные. Некоторые чуть более полезные, некоторые чуть более необычные. Но в любом случае это полезный подарок. Говоря про необычные, я нашла вот такой блокнот. Это блокнот воспоминаний. Он рассчитан на целый год. И рассчитан на то, что человек каждый день будет записывать, что бы он хотел вспомнить в этом году, в этот день. И как приятно, представляете, через год, через 2, 3, 5, 10, 15, 20 лет будет перечитать такой блокнот. Это как история вашей жизни, но буквально несколько строчек записать перед сном. Это может каждый выделить всего минутку, сколько приятного, сколько воспоминаний вы себе создадите. Далее полезный и очень стильный блокнот. Он достаточно дорогой, потому что он в кожаной обложке. Это блокнот от бренда Smithson. Smithson? Smithson? Са-са-са-са-са. Они бывают в разных цветах кожных обложек, поэтому можно подобрать под любимый цвет человека, которому вы дарите. И с разными золотыми гравировками спереди, с разными надписями. В общем, точно вы найдете то, что понравится человеку, которому вы идете на праздник. Ну и самые нужные из блокнотов, это, конечно же, Бондо или Кейт Спейд. Это блокноты ежедневники на каждый день. Они классные, они продуманные, они стильные. Чаще всего у них девочковые принты, поэтому это скорее подарок будет для девушки. Мужчине же я, конечно, подарила бы Smithson. Следующий подарок это кашемир. И здесь у нас с вами несколько позиций. Во-первых, это кашемировая шапка. Я уверена, что нет человека, который не будет носить кашемировую шапку в морозы. Ну, совершенно нет такого человека. Это очень полезный, приятный, мягкий подарок и очень нужный. Так же, как и кашемировый шарф. И я нашла совершенно в разных становых категориях. В том числе, кстати, я очень удивлена была. Манго выпустили кашемировые шарфы. И не маленькие, а такие себе внушительные, большие. Я видела очень красивые карамельного цвета и молочного цвета. Конечно же, дам вам ссылки и на ламоду для России, и на интернациональный манго для тех, кто живет в Европе. Не забывайте, что ссылки на все-все-все, о чем я рассказываю, внизу, под видео, в инфобоксе. Открывайте, там много интересного. Далее, кашемировые перчатки. Во-первых, те, которые я себе приобрела. Я себе приобрела черные на Neto Porte. У этого же бренда они есть, кажется, еще серые, в каких-то еще цветах. Они стоят, кажется, 40 евро. Они высокие достаточно и очень мягенькие. Я их уже безумно люблю и вовсю таскаю, потому что в Италии уже в ночи тут вот ноль было недавно, чему я очень сильно удивилась. К слову, что рановато у нас так похолодало, конечно, но грех жаловаться, потому что было очень длинное лето и была очень длинная осень. Так что, ладно, так и быть, в начале декабря ноль потерпим. А на сайте издейн я нашла вот такие мужские кашемировые перчатки, так что мужчинам тоже есть кашемировые перчатки. Я своему мужу, к слову, дарила перчатки, по-моему, без пальчиков, серые, по-моему, кашемир с шерстью. Ему удобнее просто водить именно то, что пальчики открытые, но я думаю, что в этом году я ему и полностью закрытые тоже подарю, потому что с утра бывает так холодно и так промозгло, что мне кажется, даже пальчики открывать совершенно не хочется. Следующий крутой подарок это пижама. И я нашла, во-первых, вот такие недорогие, хлопковые, красивые, с крутыми принтами пижамки. Именно, мне кажется, они зимние, потому что они с длинным рукавом, как рубашечка, плюс брюки длинные. Они катоновые, с классными принтами, как я уже сказала. Бренд называется PJ Salvage. Помимо них, конечно же, есть всякие смешные пижамки. На сайте ASUS пущу по экрану, чтобы вы имели представление, то, на что я вам оставляю ссылочки внизу. Ну, а если вам позволяет бюджет, конечно же, на сайте Net-a-Porter есть совершенно невероятные просто шелковые пижамы. Если вы знаете, что у человека, которому вы дарите этот подарок зимой дома очень тепло, и не требуется, допустим, пижамка такая тепленькая с начесом, то шелковая пижама это, конечно, потрясающий подарок. Я не представляю себе девушку, которая не обрадовалась бы просто до небес, до седьмого неба от подарка такого, как шелковая пижамка. Следующий нужный подарок это уход за обувью. Сколько раз вы у меня спрашивали, чем я отмываю обуви, что за волшебный у меня такой уход за обувью, и я просто обалдела, когда я его нашла на сайте ASUS. Я покупала его миллион лет назад просто в Самаре, был какой-то магазин, в который заказываешь и привозили тебе из Москвы, как-то все это было так сложно. Называется бренд то ли Крэп, то ли Крип он читается, но он творит чудеса с обувью. Он отмывает совершенно любую обувь, будь то кожа нубук, замша, тканевая обувь, он просто творит с ней чудеса. И я точно знаю, что еще от этого же бренда, я честно говоря не помню есть ли на ASUS, но точно у них есть водоотталкивающая штука, которую побрызгал, и весь сезон вода полностью отталкивается от обуви. У них очень много классных полезных штук для обуви, внизу даю вам ссылочки. Следующий полезный подарок мне один раз мама мужа дарила такой подарок на Новый год, это зонт. Странно дарить зимой зонт, но какая разница, это подарок нужный. Например, в Италии чаще идет вообще дождь, а не снег зимой, поэтому подарок все-таки, наверное, зимний, по крайней мере, здесь у нас. Но даже если человек начнет пользоваться этим подарком весной, это же не говорит о том, что он не нужный, он очень и очень нужный. Стильный классный зонт зачастую мы сами себе не купим, потому что, ну как бы зонт, ну не то, на что хочется так тратиться, или как-то заморачиваться, но если нам его дарят, мы всегда этому рады, по крайней мере я очень рада была. Пока у меня его не свистнули в кафе, да, так бывает в Италии, если у тебя красивый зонт, его могут успешно свистнуть. Поэтому не повторяйте моих ошибок и берите зонт с собой за стол, не оставляйте его в общей корзинке с другими зонтами. И я нашла очень крутые зонтики, во-первых, с кошечками, конечно, как я могла обойти стороной зонтик с кошечками, с фламинго, потом прозрачный зонт. Зонт очень стильный, такой минималистичный, с принтом гусиная лапка, то есть такой принт под пальто можно даже подобрать. Нашла, если вам позволяет бюджет, зонт Missoni, безумно красивый, конечно, ну такой зонт равнодушным оставить просто не может. И еще очень стильные зонты металлического цвета, по-моему, есть и золотой, и серебряный, и розовое золото. Следующий нужный подарок и очень стильный, это ключница. Очень часто у нас с вами ключи, девочки и мальчики тоже, я думаю, лежат в сумке и царапают все, что есть остальное в сумке. Например, телефоны, закинутую туда же камеру, поэтому я сама задумалась о покупке ключницы, потому что я уже своими ключами царапала себе просто все. Я еще очень люблю носить какие-то крупные серьги, у меня устают ушки, я их убираю в сумку, и в итоге мои ключи царапают мои серьги. В общем, это такая цепочка, которая звено за звено цепляется, и очень нужна ключница. Я нашла вот такие классные ключницы от бренда Furla, они кожаные, небольшие, стильные, и это очень нужный такой симпатичный подарок, мне кажется, для девушки. Также я нашла брелоки на ключи, что тоже немаловажная вещь, как мне кажется, с брелком намного легче найти ключи в сумке. И нашла очень стильные брелоки с буквами, это может быть первая буква имени или первая буква фамилии, например, того, кому вы дарите. Они кожаные и буквы металлизированные, очень красиво смотрятся. Продолжая тему ключницы, мне кажется, кошелек ключницы это достаточно близкие такие понятия, такие друзья, которые живут в вашей сумке, поэтому, если вы знаете, что девушка, которой вы хотите подарить подарок, или мужчина, про мужчин, я, кстати, рассказывала в предыдущем видео, по-моему, в стильных подарках, там были и визитницы, и кардхолдеры для мужчин. Мужчины чаще пользуются кардхолдером, мне кажется, чем кошельком, потому что кошелек это нечто более женское, по крайней мере, у меня в голове. Так вот, я нашла крутой, золотой, минималистичный, небольшой кошелек от Фурлы, который точно подойдет, мне кажется, каждой девушке, ну, по крайней мере, всем тем девушкам, которые не питают какую-то неприязнь к золотому цвету. Следующий нужный, необычный, стильный, крутой подарок это обложка на документы, в частности, на паспорт. Опять же, как правило, это та вещь, которую сам себе редко покупаешь, но когда тебе дарят, очень радуешься. Я нашла просто огромное количество этих обложек для паспорта, например, вот такая time to go to explore dream, очень такая вдохновляющая надпись, что пора следовать за мечтой, пора исследовать наши мечты, то есть пора путешествовать. И это именно то, что мы хотим, например, ну, я, например, хотела бы носить на своем заграничном паспорте. Также я нашла черный со значками, нашла золотой, нашла с надписью love, нашла с молнией и даже с мороженкой. Если же ваш бюджет на подарки чуть выше, то я нашла вот такой совершенно сумасшедший, красивый, минималистичный, опять же, маленький, аккуратный кардхолдер от бренда Prada. Они есть в разных цветах, мне больше всего нравятся красные, мне кажется, это, в принципе, для новогоднего такого подарка красный цвет, это очень круто. Да и, в принципе, красный кардхолдер всегда подойдет ко всему, это такой же базовый цвет, как черный или металлический. Внимание, нужнейший подарок для девушки, это органайзер для косметики. Как изменился мой туалетный столик в тот момент, когда у меня появились органайзеры из плексиглаза прозрачного для косметики. Все стоит аккуратненько, все стоит по полочкам, вся косметика, которую я пользуюсь чаще всего, она вся у меня аккуратненько убрана. Вы могли это видеть в видео про мою гардеробную, и да, я знаю, что я давно обещала сделать отдельное видео про туалетный столик, и я, правда, его обязательно сделаю, как только у меня закончатся все остальные срочные видео для канала, как, например, вот эти про подарки, которые я совсем не могу отложить на январь, потому что у вас пройдет Новый год, и я вам не успею рассказать, что же нужно дарить. Я нашла органайзер для косметики как на ламоде, совершенно разные-разных форм, разных цен, разных конфигураций. Также они есть и на Амазоне, и на Ибэе, я вам дам ссылки на все возможные сайты, также они есть на таких китайских сайтах, если, например, вы делаете заказ на китайских сайтах, такие как Шиин или Алиэкспресс, на самые крутые и на такие же, как у меня, по конфигурации я обязательно вам дам ссылки. Внизу переходите и покупайте себе или в подарок, поверьте мне, это безумно-безумно нужная вещь. Следующая нужная крутая вещь – это ваза. Ну, поверьте мне, что ваз дома много не бывает, потому что существуют такие праздники, как дни рождения, 8 марта, т.д. т.д. те праздники, когда нам дарят много цветов. И, ну, скажите мне, кто из нас не сталкивался с таким моментом, а куда поставить цветы? И ставишь в какую-нибудь трехлитровую банку. Ну, некрасиво ведь. Намного круче, если у тебя много ваз, и ты можешь цветы расставить по всему дому. Это очень здорово. Да, и я, на самом деле, любитель покупать какие-то необычные вазы и дарить какие-то необычные вазы. Например, у меня летом или, ну, в принципе, всегда, когда начинается сезон цветения, у меня муж с утра всегда просыпается раньше меня. И когда я встаю уже готовить завтрак, то у меня на столе в маленькой вазе для одного цветка стоит какой-то один цветочек или маленький какой-то набор из полевых цветов. У меня, как я уже рассказывала, муж не покупает цветы, это наш с ним домашний принцип. Мы только срезаем цветы, которые выращиваем сами у себя, скажем так, в саду, в огороде, в саду, да, в саду. У нас не огород, но скорее сад. Либо же просто какие-то полевые цветочки, которые где-то находятся на улице, потому что мы, ну, не совсем, скажем так, поддерживаем рынок цветов. Напишите мне, кстати, что вы думаете на этот счет, девочки, любите ли вы все так же получать цветы, срезанные в подарок, или, как мы, допустим, предпочитаете, чтобы цветы жили, цвели и радовали своим видом дольше, чем несколько дней в вазе, чтобы они цвели, скажем так, на воле. Ваза, которую я нашла, во-первых, вот такая крутейшая бензиновая, во-вторых, вот такая ваза в форме кактуса. Ну как она стильно смотрится? Она смотрится даже как скульптура на столе, а не как ваза, и в этом, мне кажется, ее большая прелесть. Вот такая стильнейшая просто ваза из цветной резины, она создает ощущение какого-то драгоценного камня с разной глубиной прозрачности, очень круто смотрится. Еще одна необычная стильная ваза, которая смотрится больше как скульптура, это белая ваза с губами. Это один из моих самых любимых брендов, я там покупала и наушники у них, и чашки какие-то для кофе, в общем, я их очень люблю и всегда проверяю, что есть в наличии на шипове. И, по-моему, от него же ваза белая с шипами, тоже очень круто смотрится, и в светлом минималистичном интерьере она хорошо впишется. Полезный подарок на кухню? Во-первых, это вафельница. Если вы знаете, что у человека нет вафельницы, подарите ему вафельницу. Даже если он никогда не думал делать вафли, попробовав один раз, потом устоять просто невозможно. Вафель есть огромное количество рецептов, от супер жирных венских вафель до ПП вафель каких-то полезных. Это настолько удобная и полезная вещь для дома, что действительно, если вы знаете, что у человека, которым вы идете на праздник, нет вафельницы, дарите вафельницу. Сумасшедшую, крутую нашла кружку для кофе, тоже, мне кажется, полезный и классный, стильный, интересный подарок. Кружка с надписью PROCOFFEINATING. Все замечательно наверняка знают слово прокрастинировать, прокрастинирование. То есть, это тот момент, когда тебе не хочется ничего делать, и ты, например, залип в инстаграме, залип на соцсетях, или просто залип, я столько раз сказала слово залип, засмотрелся в одну точку. То есть, ты прокрастинируешь, ты занимаешься просто ничем, бесполезно тратишь время, потому что не хочешь, например, продолжать работать. И от этого слова придумали слово прокофенировать. То есть, когда ты не хочешь ничего делать, и вместо этого думаешь, они пописали-ка мне кофе. И я люблю такие, знаете, стильные, немного с юморком подарки, и вот такая чашка, мне кажется, именно такой подарок. Он и нужный, и с юморком, и стильный, потому что тут и шрифт классный, и сама форма чашки классная. В общем, крутой подарок, держите, пользуйтесь. Следующий важный подарок для девушки, это шелковая наволочка для сна. Нет ни одной девушки, для которой это будет не полезно. Девушка, женщина, мама, бабушка, кто угодно, любой женщине будет полезно спать на шелке. Я уже много раз говорила, но повторюсь, шелк поддерживает нашу кожу сохранять дольше молодость, потому что кожа не заминается, и не появляются преждевременные морщинки. Еще один подарок, очень важный, мне когда-то дарил это на Новый год. Муж, это грелка. Какая-то милая, классная грелка, одетая в какой-то свитерочек. У меня, когда болит живот, я всегда заливаю горячую водичку и обнимаюсь этой грелкой, и все проходит практически зачастую даже без какой-то таблетки. Грелка, это очень-очень важно. А еще я мерзлячка, даже вот под таким одеялом, которое написано там 5 уровень согревания до минус 30, чуть ли не спальный мешок, у меня всегда ледяные ноги. Поэтому зачастую, когда у меня именно такой вечер с ледяными ногами, я набираю кипяточку в свою любимую грелку и засыпаю, как младенец за 2 минуты. И для вас я нашла, например, вот такой наборчик, грелка, плюс еще и пушистые носки. Мне кажется, это очень зимний, очень классный такой и нужный подарок. Следующий очень смешной, но нужный, не поверите, подарок, это шапочка для душа. Зачастую, например, у меня, по крайней мере, так случается, что у меня уже есть укладка на голове, то есть я, допустим, голову мыла с утра, но я тут и съездила на работу, и съездила в тренажерный зал, и мне нужно принять душ, но перемывать голову пока что смысла нет. Я мыла ее только сегодня утром. Поэтому, конечно же, нужна шапочка для душа. И я нашла смешные, крутейшие шапки для душа, которые замечательно подойдут, как такой небольшой подарок человеку. То есть он не особо дорогой, но он все равно классный и нужный. Я нашла шапочку для душа Мишку и шапочку для душа Единорог. Боже мой, шапочка Единорог, это так мило. Ну и последняя парочка подарков, это либо новогодние свитеры, как всегда на сайте Asus и на LaModa, по-моему, тоже огромное количество новогодних, крутых свитеров. Поэтому тут глаза просто разбегаются, выбирайте любые. И мне кажется, это классный подарок, если вы, например, отмечаете в кругу семьи, подарить каждому по новогоднему свитеру, и всем хочется сразу их надеть и делать классные фотки. И, в принципе, праздник становится еще более праздничным, когда все в новогодних таких смешных свитерах. Я уже говорила в прошлогоднем видео, что я делала такой подарок своим, и все их надевают. Сейчас они уже, скажем так, подострепались, потому что эти свитеры все в нашей семье носят не только на Новый год, но и просто дома. Так всем понравились эти свитеры. И сейчас, мне кажется, самое время в этом году мне снова подарить всем по одному новогоднему свитеру. И самый последний подарок это новогодние носки. Примерно та же суть, что и новогодний свитер, только это подешевле, более компактно, но не менее круто. Носки дома нужны всем. А если это классные, стильные новогодние носки, это еще и поднимает просто настроение надевать их. Все, я буду заканчивать это видео. Я очень надеюсь, что вам оно было полезно и интересно. И да, на этом серия видео про подарки заканчивается. На самом деле, в этом году я постаралась в три раза больше, чем в какой-либо год. Я нашла очень много идей. И надеюсь, что в этот раз даже самые изощренные умы, даже человек, у которого есть все, что вы нашли, подарки для каждого. Я вас очень сильно люблю, нежно целую. И с вами, как всегда, я была Даша. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. И пока-пока, до скорых встреч.